Итак, тема сегодняшнего видео, вы уже сами увидели, я думаю, свадебный декоратор не просто так, опять же, я затронула эту тему, потому что уж очень много в последнее время вопросов и нюансов. Какая разница между тем, закажу я свадебного декоратора или сделаю декор самостоятельно? И я вижу, что очень многие, опять же, начинают обсуждать, что вот я самостоятельно сделаю это, я подключу того-то, я самостоятельно сделаю то, и все, в общем-то, реализую своими силами, потому что так будет дешевле. И, вы знаете, мне кажется, что пришло-таки время развеять миф, чтобы дать понять девчонкам, невестам, которые только-только начали подготовку к своей свадьбе, что это не всегда правильно. Вы поймите, что у многих декораторов есть своя база каких-то элементов, на которых они могут сыграть. Да, безусловно, они сдают эти элементы в аренду, безусловно, да, безусловно, эти элементы вы, может быть, будете брать у них же, но, по крайней мере, если декоратор будет помогать вам с декором, если декоратор будет заниматься декором вашего мероприятия, то есть вероятность, что, возможно, на какие-то элементы он сделает вам либо скидку, либо можно что-то добавить даже вам для того, чтобы все-таки проект был красивый, чтобы проект был завершенный, потому что вы же тоже должны понимать, что одно дело просто декоратору сдать какие-то элементы в аренду, а другое дело, когда это проект декоратора, когда декоратору не все равно, что получается на выходе. Поэтому относительно арендных вещей, что многие девчонки пишут, что да я просто возьму там в аренду, какая разница, декоратор это возьмет в аренду или я это возьму в аренду, и получается, что разница-то, оказывается, есть. Это первое. Второе. Если вы оформляете самостоятельно, ну я думаю, что вы понимаете, да, что, возвращаясь к теме, какая разница, то вам придется либо брать в аренду, как мы уже решили, либо какие-то элементы покупать. Ну, например, возьмем колбы высокие со свечами, предположим, и у вас, естественно, их нет, потому что вы делаете это впервые, и мы сейчас опускаем, да, ситуацию, когда девочки, может быть, занимаются декором, или, может быть, проходили какие-то курсы, или, может быть, там, дизайнеры, там, работают в каких-то смежных профессиях. И в любом случае нужно будет что-то покупать, покупать те же колбы, покупать те же свечи, и опять же, да, развеиваем миф, что это не получается дешевле. Девчонки, это не получается, во-первых, дешевле, а, во-вторых, не получается лучше по качеству, потому что одно дело, когда делает это дело профессионал, другое дело, когда этим занимается человек, который никогда этим не занимался. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Теперь вопрос с цветами. Закупка цветов, зелени и так далее. Тоже девчонки пишут, ну, вот мы там закупим самостоятельно зелень, там, купим цветы там-то, там-то, просто поставим цветочки, расставим вазочки и так далее. Опять же, возвращаясь к цветам, цветы нужно купить, вазочки нужно купить, этим всем должен кто-то заниматься. Вы, ну, или вы иногда пишете, ну, не вы конкретно, да, девчонки, невесты пишут иногда, ну, этим будет заниматься кто-то из моих, там, близких, из родных, там, и так далее. Кто-то, кто тоже никогда этим не занимался. Смотрите, важный момент в том, что декоратор знает, во-первых, где купить дешевле, если мы говорим, да, если мы говорим про экономию, это первое. А второе, декоратор знает, где купить цветы лучшего качества. Ну, понятно, ведь это же его профессия, этого работа, понятное дело, что он это знает. Поэтому здесь, опять же, 2-0 в пользу декоратора, и опять же, декоратор по всем позициям выигрывает. И в данном конкретном случае лучше действительно довериться декоратору, а не городить и не допускать ошибки, которые вы можете допустить, если будете декорировать самостоятельно. Предположим, есть два одинаковых бюджета на декор, в одном случае оформляет самостоятельная невеста, в другом случае оформляет декоратор. Два одинаковых бюджета, предположим, да. Как вы думаете, какой проект будет выглядеть выигрышней, какой проект будет выглядеть лучше, и какой проект будет выглядеть дороже? Внимание, вопрос, хочется вам сказать. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что понятное дело, что выигрышней будет выглядеть тот проект, который сделан руками профессионала, нежели тот проект, который сделан руками невесты, которые впервые этим занимаются. Даже если, да, бывает такое, что невеста говорит, вот у меня есть бюджет, она хочет размазать этот бюджет на весь зал, и на несколько зон, и на зону президентного стола, и на гостевые столы, и на фото зоны, и на все, на все, на все. Регистрация, и на все размазывает этот бюджет. Декоратор же, будучи человеком опытным, он понимает, что так, ну, имея такой бюджет, лучше мы, допустим, сделаем очень крутую выездную регистрацию, и получим очень крутой на выходе результат в конкретно этой зоне, чем мы размажем везде и не получим нигде ничего, да. Или лучше мы сделаем очень классный президентный стол, чем, опять же, мы размажем все везде, и на выходе шиш, да не шиша, в общем-то, ничего не получим. Поэтому, конечно, если мы говорим про преимущества в картинке, в результате, то, безусловно, здесь, опять же, выигрывает декоратор 3-0 в пользу декоратора, потому что человек не первый раз, повторюсь, это делает, и, скорее всего, он сделает это гораздо лучше, гораздо интереснее, гораздо современнее, чем если этим будет заниматься невеста самостоятельно. Опять же, повторюсь, я сейчас не говорю про невест, которые работают где-то в смежных профессиях, имеют чувство вкуса, там, работают, может быть, дизайнерами, там, и так далее. Я сейчас говорю именно про тех девушек, которые вообще никак не связаны в конкретном случае с декором. Подводя итог предварительный, да, если выбирать все-таки декоратор, либо самостоятельное оформление, безусловно, по всем позициям выигрывает декоратор. Декоратор, в отличие от невесты, потому что, потому что для декоратора это проект, для декоратора очень важно реализовать этот проект. И я знаю массу случаев, когда декоратор, ради того, чтобы проект получился выигрышней, проект получился интереснее, он добавляет что-то, чтобы, ну, там, невеста даже иногда не оплачивает это, чтобы это выглядело интересно, красиво, здорово. Или, может быть, какие-то элементы дает там дешевле, да, какие-то элементы, которые есть у декоратора, там, на его складах, чтобы этот проект выглядел красиво и выигрышно. Следующий момент, который я хочу поднять, следующий вопрос, это декоратор, и декоратор как самостоятельная единица, и декоратор, работающий в команде с организатором. Это следующий вопрос, который мне хочется поднять сегодня в трансляции. Многие думают, что, ну, вот я посмотрела, зашел на сайт агентства, увидел там, что декоратор конкретного проекта был вот этот человек, и если я обращусь к этому человеку, то, в общем-то, по-любому он мне сделает все классно, все круто, там, и так далее. Я не спорю, но если зайти на странички декораторов и зайти на странички, где размещены портфолио агентств, организаторов, то наверняка вы заметили, что у организаторов проекты более интересные, проекты более продуманные, нежели проекты просто у декораторов. Я сейчас не говорю про каких-то звездных, опять же, декораторов, да, там, американских, я говорю там про, ну, про декораторов, там, обычных декораторов, потому что звездных декораторов, я думаю, что вы вряд ли поедете в Америку, это звездные декораторы, поэтому говорим про классический вариант. И если брать отдельно, да, позицию декоратора и сравнивать, опять же, вот такой батл устраивать, да, декоратор отдельно делает какой-то проект или декоратор делает какой-то проект с организатором, то вы можете увидеть, что проекты, которые организованы и сделаны двумя людьми вкупе, да, в команде, они всегда более выигрышные. Почему? Потому что для организатора очень важно, чтобы каждый проект был более персонализированный, чтобы он был более индивидуальный, чтобы он был под пару, чтобы была, прослеживалась какая-то история, чтобы это было не просто красивый декор, а чтобы была какая-то история. Для организатора это очень важно. Для организатора очень важно, чтобы каждый проект был интересным, чтобы он, ну, знаете, такого, для него это вдохновение. По сути, каждая пара для организатора это вдохновение. В то же время организатор является неким таким надзирателем, декоратором, и со стороны же всегда лучше видней. Когда организатор приезжает на площадку, конечно, ему лучше видно, потому что он видит картинку в целом, он видит, что должно быть. Он понимает, какая концепция этого мероприятия, и где-то он может подкорректировать там и по декору, и принять конечное решение, принимать конечное решение именно организатору. Потому что, повторюсь, организатору очень важно, чтобы каждый элемент сошелся, чтобы все было идеально. Для организатора это реально очень важно, чтобы по всем позициям все было идеально, не только по картинке, но и по настроению вечера, по всем параметрам. Поэтому, если мы говорим про декоратора как отдельную позицию, декоратора как позиция в команде с организатором, то, конечно, это более выигрышный вариант. Я прям вот очень рекомендую пройтись по сайтам или по инстаграмам, по страничкам агентств и посмотреть проекты, которые они сделали самостоятельно. И в то же время перейти на индивидуальные странички декораторов и сравнить. Вы поймете, о чем я говорю, я думаю, что вы услышите ту мысль, которую я пытаюсь до вас донести. КОНЕВА ИРИНА КОНЕВА ИРИНА